Всем привет! Ты на канале Исакин Ревью. Сегодня я расскажу об актуальных новостях в мире технологий. В этом видео я расскажу о выручке компании Samsung, которая недавно представила новый флагманский смартфон Galaxy S9. Meizu планирует выпустить две новые разновидности смартфона M6S. Самолет Stratolouch вывели на пробежку. Присаживайтесь поудобнее. Поехали! Уровень предзаказов на Samsung Galaxy S9 оказался не таким высоким, как ожидалось. В конце прошлой недели, перед началом выставки MVC 2018, были представлены смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Поклонники лагеря Samsung радовались обновленной камере и различным незначительным нововведениям. Тритики же считают, что Samsung Galaxy S9 вполне можно было назвать Samsung Galaxy S8s, так как новый флагман очень похож на предыдущую модель корейского гиганта. Источники опубликовали первые сведения о том, как встретили новинки жителей Южной Кореи, где 28 февраля начался прием предварительных заказов. Точные данные об объемах заказов и сравнении с результатом Galaxy S8 не приводятся. Однако инсайдеры уверяют, что спрос на Galaxy S9 пока что находится не на таком высоком уровне, как ожидалось. Samsung же уверен, что новинка разойдется большим тиражом, чем Galaxy S8. По прогнозу, продажи Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus в этом году могут составить 40 миллионов единиц. Meizu планируют выпустить две новые разновидности смартфона M6s. В сети появились сведения, что Meizu планируют выпустить две новые разновидности смартфона M6s, представленного в январе. Как известно, тогда были анонсированы разновидности с 32 и 64 гигабайта флеш-памяти. Обе наделены 3 гигабайта оперативной памяти. В новых разновидностях объем ОЗО будет равен 4 и 6 гигабайтам. Все остальные спецификации останутся неизмененными. Напомним, что смартфон построен на 14-нанометровом процессоре Samsung Exynos 7872 и оснащен дисплеем диагональю 5,7 дюйма с разрешением 1440 на 720 пикселей. В оснащение аппарата входит дактилоскопический датчик и порт USB-C и камеры с разрешением 16 и 8 мегапикселей. О цене новых вариантов в Meizu M6s пока нет данных. Самолет Stratolaunch вывели на пробежку. Stratolaunch – это самолет с самым большим размахом крыльев. В данном случае он достигает 117 метров при обычной длине 72 метра. Самолет не является пассажирским или грузовым. Он предназначен для запуска небольших ракет, которые будут выводить на орбиту различные грузы. Такой вариант запуска должен оказаться более безопасным, более универсальным и дешевым. Пару дней назад компания Stratolaunch System провела первые испытания на взлетной полосе. Самолет пока не поднимали в воздух, ограничившись проездом со скоростью до 74 км в час. Это позволило провести ряд испытаний по управлению самолетом на земле, а также оценить эффективность системы торможения. Первый запуск сейчас намечен на 2020 год, так что у Stratolaunch System еще достаточно времени, чтобы довести аппарат до ума. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok